Мы заезжаем в Топ-Сай город, основанный в 1838 году. Вот так немножко факт из истории, хотя прочитал. Вот, вот модели Амазон, Апплод, еще только нету сразу заправки. В континент 40, 75, 95, 49, 90, 100, 57, 10. Все, мы в Топ-7. Ребята, всем привет, вы на канале Семен и Чемотанах. Меня зовут Славян, вот в инстаграм подписывайтесь, если вы еще этого не делали. Мы сегодня приехали в Туапсе. Топ-7, город-герой. Хотим вам его немножко показать, его центральную часть. Здесь впервые, возможно, многие из вас тоже здесь впервые хотят приехать сюда отдыхать. Поэтому у нас в программе сегодня будет центр. Потом, видите указатель, городской пляж. Мы доедем до городского пляжа. Тоже вам его покажу, что там за набережная, какой там пляж. Вообще, как сейчас там уже проходит сезон, который начался. И мы сегодня, кстати, в полном составе. Темка уже выспался, пока мы ехали. Ждем только сеньора Батона Родиона и идем гулять. В общем, погнали. В общем, мы не дождались сеньора Батона Родиона и отправились с Артемкой одни. Изучить немножко центра. Посмотреть, какие тут остановки. А они вот такие вот. И посмотреть город, что там есть. Да, Тёмик? Как ориентир? Улица Жукова, 7 дробь 2. По классике, наверное. Да. На первых этажах тут размещается какой-то различный бизнес. Полотенчики. А по ней, где так быстро там? Хорошо, давай. Так, а слева у нас находится автовокзал. Автовокзал Топсе. Вот он такой, белый-синего цвета. Направо уходит улица Мира. Давайте посмотрим, как она выглядит. О, здесь есть даже тоже прокат самокатного шеринга. Интересно. Так, давайте, Тём, пойдем переходить дорогу. Так, ну что, мы с вами попадаем на морской. Бульвар. Судя по указателю, он начинается у нас вот тут вот прямо. Смотрите, как здесь вышла какая. Видимо, какая-то военная. Здесь, я так понял, что есть порт. Сейчас посмотрим, как там на набережной. Видимо, там какое-то кафе вот это натянутые шатры. Вот пошел сквер, который я хотел вам показать. Здесь, получается, указаны герои Советского Союза. Множество памятников. Есть вот такие вот красивые высадки. Вон оно виднеется уже морюшко. Какие-то огромные корабли там стоят. Точнее, корабль. Да, Тёмик? Видимо, там, смотрите, проходит какая-то экскурсия. В этом парке. Можно что-нибудь подслушать. Так, а вообще, конечно, я хочу попасть вот на ту сторону. Вот такая есть, ребята, площадь в Топсе. Пустая. Людей очень мало. Еще стоит памятник. Не понимаю, в честь кого. Ну, такой достаточно большой сквер. Дальше сейчас с Тёмиком перейдем вот в дорогу. Пройдемся здесь по набережной. Ну, здесь такая, знаете, история именно кораблиная. Есть даже небольшой парк аттракционов. Сейчас тоже туда пройдемся. Посмотрим. Классный спуск для колясок сделан. Такой уж тугой, видите? И все. И мы с вами подошли к морю. Погода сегодня не очень ветрена. Да, Тёмка? Такой дождь моросит. У-у-у-у. Смотрите, сколько мусора принесло. Вот это да. Ну, пойдем. Да. Есть традиционная эмблемка каждого города. Я люблю Туапсе. Здесь, видимо, какая-то сцена. Кто-то, походу, тут играет. Мороженые, пирожные пока закрыты. Так, ну, шеринг я вам уже показал. Есть лавочки, если устали, можно отдохнуть. Так, и стоит, вот смотрите, памятник легендарному экипажу миноносца Керчь, выполнявшему задание лениного затопления черноморской эстакады и затонувшему миноносец 19 июня 1918 года в районе мыса Кадош. Вот, вот стоит такой памятник. Пойдем, Тёмка. Есть еще вот такой белосиненький кораблик. Сейчас это просто кафе. Видишь, какое кафе в виде корабля, Тём? Вот, и вот такой маленький, небольшой, прям детский парк развлечений, ну, который сейчас вообще не работает. Нет там никакой движухи. Не покрашенный, ничего такого поширпанного. Вот, а с той стороны, получается, находится как раз пляжи, ну, а именно городской пляж Туапсе. Да, мы сейчас с вами и продвинемся. Ну, вот такой вот центр, прибрежная, центральная полоса, ребята. Вот. Все, а дальше идти некуда. Дальше вот только спуск к морю. Давайте здесь посмотрим. Ну, все, тут просто, просто бетон. Мы доехали до городского пляжа. Смотрите, здесь сразу есть такой детский сквер. Качельки всякие, прекрати, Артём. Здесь также платная парковка. Мы заехали сюда, но не знаю, шлагбаум был поднят. Сразу вам покажу схему пляжа. Центральный. Так, не знаю, где мы. Где-то, где-то, короче, мы. Я не знаю, как разобраться. Вот мы. Все, что здесь есть, с 9 до 20 он работает. Ну, все, пойдемте, значит, смотреть, что тут за пляж. Я думаю, что большое количество зрителей тоже выберут этот город для своего отдыха, отпуска. В той части, где мы изначально с вами первый раз были, там купаться негде. Сами видели. А здесь уже так, ну, типа, по-туристическому все сделано. Те экскурсии будут, тир, но просто пока, пока здесь еще все закрыто. Возможно, закрыто из-за погоды. Так, вот, экскурсии. Видите, еще одни здесь кафе. Ну, тоже закрыто, видимо, я не знаю, возможно, просто из-за погодных условий. То, что у нас дождик, ветер сильный. Сейчас посмотрим, как дела на пляже. Здесь вот туристический проход, который тоже закрыт. Видите, все палатки, все закрыто. Вообще, такой проход нормальный. Магазин продуктов есть, и мороженое, и вот даже есть столовая. Вот, также можно шашлыки найти здесь. В общем, такой дельный. Вот это все, я думаю, что тоже в ближайшие дни все пооткрывается. Вот это тоже все откроется. И здесь будет прям достаточно классная движуха. Ну, городской все-таки пляж, как ни крути. И все, вот мы попадаем на пляж. Ой, какой сильный ветер, ай. Посмотрите, как тут. Так, а поедем мы с вами еще чуть попозже, чуть подальше. Это вот на баннере, видите, скала Киселева. Вот туда и стартанем, посмотрим, как там. Здесь есть сразу же детская площадка. Вот так вот она обустроена. Железнодорожная дорога идет. И вот он пляж. Смотрите, песочек. Настилы деревянные. Есть лежаки, но их сейчас убрали, получается. Вот как здорово тут, видите? Да, есть переодевалки. Вот они установлены, их достаточно много. Есть вывеска туалет и горячий душ и камера хранения. То есть там все это, ребята, есть. Посмотрите, какие сильные волны прямо у берега. Да, вот тут я понимаю волны. Ни разу даже за зиму, живя в Сочи, я не видел таких волн. Кстати, для новых зрителей, ребята, мы прозимовали в Сочи. Были там осень, зима, весну. И в конце мая мы уехали дальше в новое путешествие. За это время мы написали свой авторский гайд путешествия по Большому Сочи. Стоимость всего лишь 490 рублей. Приобретайте, пишите нам либо мне, либо в инстаграм Настеньки в директ. И путешествуйте по Большому Сочи с удовольствием и налегке. Много мусора сейчас прибило из-за шторма. Палки, всякие разные. А так выглядят тут зонтики. Я не знаю, платные или бесплатные, но, наверное, здесь все бесплатно. Коль это такой городской пляж, море. Вообще, вот это стихия. Вон аж докуда-то ходят волны. Посмотрите, самые сильные. Вот так вот. Хотя мне кажется, что оно где-то там останавливается. Нормальную погоду. Продолжение пляжа. Смотрите, как тут просторно, хорошо и здорово. Корабли в море стоят, пережидают шторм. А вон там уже лежаки поинтереснее. Коль ветер и сильные волны сразу примчали скайсерферы. Смотрите, докуда доходят волны. Во! Во! Обалдеть! То и дело, у меня даже сдувает капюшон. Ух, смотрите как. Во, вот эта волна идет. Гляньте, какая мощь. Вот это кайф. Да, мусора прилетело очень много вообще. Поднят красный плач. Конечно, купание запрещено, естественно. Да. Смотрите, вот лежаки вот так вот, значит, собрали. Цепями обмотали подальше от воды. Здесь тоже воркаут-площадочка. Волейбольная площадка здесь же. Ну, летом, наверное, здесь вообще классно будет сезон. Не знаю, мне? Мне норм. В принципе, неплохой пляж. Как вам? Пишите свое мнение в комментарии. Ух, а вон там дальше, видите, есть даже какая-то кафешка, шашлычок. Ой, видите, как заходит волна. Ну, здорово. Мелкая галька здесь, видите, какая. И много песка. Да, непогода, но нас она никогда не пугала. Все, ребята. Ух ты. Давайте отправляться сейчас на скалу Киселева. Посмотрим, как там. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...